Я до университета учился на архитектора. Все это время я думал, что архитектор это просто вот лучшая профессия в мире, что лучше не будет и это прям вот моё. Но в конце там 5 курса на дипломном семестре у меня что-то там перещёлкнуло в голове и мне понравились технологии и так далее. И я подумал, что, наверное, нет, всё-таки архитектура не самая лучшая, что может быть. И я спускался в метро, опять на работу архитектором и встал в ВКонтакте ленту и рекламу университета искусственного интеллекта. Ну думаю, университет искусственного интеллекта. Позвоню, в итоге записался на 1 апреля, был день открытых дверей, когда я его посмотрел. И там спустя неделю, наверное, я уже решил, что, наверное, всё-таки нужно поставить точку в этом программистском деле и пойти учиться и так далее. И, наверное, уже к концу апреля я всё-таки уже начал учиться с тем, что я поменяю профессию в мире. Я вот помню, как на самой первой лекции по нейрокам там была куча импортов, всяких слоёв и так далее. Я вот на это смотрел, думал, я это никогда в жизни не запомнился. Все эти там огромные длинные импорты разных модулей. А любимые были всё-таки генеративки, потому что я уже на тот момент точно определил систему диплома. Это пусть нейрок генеративки расставляют дома. То есть ты им подаёшь зону, что, типа, тут будет жильё, тут будет детский сад, тут будет, там, какие-то общественные здания. Просто зоной, типа, цветом красишь, то тут оно уходит. А нейрок уже сама дома расставляет. Я начал над этим работать. Самое тяжёлое было собрать базу, потому что я два месяца потратил только на то, чтобы сделать генератор базы. А потом я вытащил кучу изображений, 10 тысяч изображений, и уже скормил это нейронки, которые в итоге-то сумелось сделать так, что вот подаёшь туда просто зону, и он дома рисует. То есть это то, что я занимался, это вот туда творческая вещь, которая, ну, тяжело было бы её заменить алгоритмом. Ну, практически невозможно. За это всё-таки творчество. Я абсолютно верю в этот проект, и я даже собираюсь, ну, сделать сайт, где любой человек может зайти, потыкать это всё, почупать. Потому что пока он видит только статью об этом, и не очень понимает, как самому это потрогать. Ну, в целом, я вообще хочу развиваться в плане нейронок, именно вот скрести вот это с архитектурой, потому что я могу быть этим мостом между программистом и архитектором, да, поэтому почему бы именно в этом направлении не работать. Когда бывает тяжело, то нужно постоянно держать эту цель в голове, да, что это всего лишь, обучение это всего лишь там один шаг к тому, что вы реально хотите сделать. Поэтому это может реально рассмотреть и заставить вас учиться более активно. Да. 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 Продолжение следует...